Не важно, кто как голосует, важно, кто как считает. Свою неминуемую гибель собирается фактически хоть как-то удержаться, легитимизировать свою нелегитимную власть. А дело в том, что осуществляемый им переворот 1 июля является нелегитимным по одной простой причине. Даже не надо, там сотни причин, их можно тысячи назвать разных причин нелегитимности. Но дело в том, что у нас референдум должен проходить при общем, не менее 50% количестве голосов и самое главное при тайном голосовании. А какое может быть тайное голосование, если у нас предлагается по почте, на кустиках где-то на коленке расписаться, если у нас через интернет. Ведь это все фиксируется всем ясно, кто за кого проголосовал. То есть это является явным средством давления власти на население. Бывает власть законная, но нелегитимная. Например, правительство Керенского. Оно было вполне законно. И даже после его свержения оставалось это правительство законным. Оно было уже нелегитимно. Именно это позволило потом издеваться над ним, писать, что Керенский бежал в женском платье. Хотя он никуда не бежал. Он в течение еще трех недель закрывал дела по России. Вывез за границу свою серьезную библиотеку. Однако власти у него уже не было. Хотя законно он был правителем, председателем правительства. В тот момент случился государственный переворот. Потому что большевики так и называли. Первые десятки лет революцию называли именно переворотом. Они отчетливо давали себе отчет, что это был переворотом. А сегодня переворот совершило само правительство. Мы с вами вошли в период, когда у нас еще есть власть, которая действует как бы законно. Они ссылаются на закон, но она уже нелегитимная. И вот здесь есть тонкость. В связи с тем, что тогда переворот сделали другие люди, не команда Керенского. Переворот случился быстро и был кровавым. А сейчас переворот сделала верхушка, условно Кремль, правительство, как хотите называть, команда Путина на самом деле. И попали в нелегитимность. Поэтому переходный период будет дольше, но менее кровавым. Ну, дорогие друзья, а остальное зависит от нас. Будет ли это ужасный конец или ужас без конца. Я лично за то, чтобы конец ужасный был в управлении и команды Путина. В этот раз было официально сказано, и посмотрите, вот они в ответах на жалобы пишут черным по белому. На этом голосовании закон о гарантиях избирательных прав не действует. Я вот поражен той цифрой явки, которую Путин нарисовал. Потому что такой явки в 90-е-е годы не всегда-то она была. Я просто вспоминаю, когда вот явки были, там 65-70%, когда приходили. Там протолкнуться даже вечером нельзя, невозможно было. Походило ждать в кабинке стоять. Причем кабинок на участке было там порядка 4-5 кабинок стояло на участке. И вот в том месте, где я голосую, где я прописан, там было раньше два участка. Два участка. Теперь их объединили в один. И то есть на этом объединенном участке, по сути дела, 5 тысяч избирателей где-то присутствует. Просто вот вы цифру-то, вдумайтесь в эту. То есть, чтобы те же 65%, это свыше трех тысяч человек должно было явиться, проголосовать. Ну, это просто реально невозможно. Ну, просто реально. Возьмите, 3 тысячи человек на 12 часов голосования поделить. Вот. Это получается 250 человек в час. И поделить на 60 минут, получается, каждую минуту должно более 4 человек балкаться. На этом избирательном участке всего лишь одна кабинка, если ее так можно назвать, голосование. То есть кабинка вроде как бы для тайного голосования, но она открытая. То есть тебя видно со всех сторон, где-то там, что там, за кого ты ставишь свою галочку. То есть это что, тоже просто так, что это сделано на самом деле. Ну, я, конечно же, против этих поправок поставил галочку, пошел кидать. В призме, в стеклянной, которая именуется урна для голосования. Правда, тоже на ней каких-то печати я тоже не заметил. Вполне возможно, это так специально было сделано, чтобы осуществлять массовый вброс по окончанию голосования. Так вот, в этой призме валялась, собственно, бюллетень, если их так можно назвать. А бюллетень представляет собой лист формата А4. Так вот, там явно было невооруженным глазом видно, что валялось меньше ксероксной пачки. Явно, значит, меньше 500 человек кинуло, потому что ксероксной пачке 500 листов. Меньше 500 человек там проголосовало. Более того, когда расписываешь вот эти книжки, которые там, где-то, ставишь отметочку, галочку за бюллетень, там я помимо своей подписи, до своей всего обнаружил всего 3 подписи. То бишь, получается, там просто исходя из печати листов, там менее 15%, считай, наверное, где-то расписалось. От того количества заявок навести. Вот и получается, что вот эта явка откуда-то с неба свалилась. Поэтому считать эти голоса, этот референдум, так сказать, в кавычках, то есть легитимным, это может только просто моральные уроды могут считать такое. То есть на самом деле никакой легитимности здесь и вообще не пахнет. Не должно существовать никакой центральной избирательной комиссии ЦИКа. Потому что это нелегитимный орган. Потому что он не относится ни к какой ветви власти. А по Конституции у нас все ветви власти разделены четко на представительную, законодательную, на исполнительную и на судебную власть. ЦИК, он ни к одной из этих ветвей власти не относится. Это значит, что он нелегитимный орган с самого начала. Вообще избирательная комиссия, слово комиссия означает нечто временное. Не может комиссия работать на постоянной основе. С постоянным штатом, с постоянными людьми, грубо говоря, которые живут на зарплату. Это неправильно. То есть комиссия создается вот в течение какого-то времени. На месяц, допустим, создана. Или на несколько дней буквально. Создается. То есть ее создают из каких-то различных общественных и политических организаций. На базе нее вот создали. Вот, пожалуй, существует она функционер. Ну, так она и должна в таком режиме существовать. Все. Закончились эти выборы. Все. Она самоликвидировалась. И, в принципе, любые действия против этой незаконной, нелегитимной власти являются оправданными. То есть с моральной точки зрения и с точки зрения прав и свобод человека основных, которые признаны всем миром, мировым сообществом. То есть народ, у которого узурпировали власть, имеет право эту узурпирующую власть свергнуть. Причем в Конституции России есть четкое указание, что нельзя запрещено, в общем, незаконно захватывать власть нелегитимную. А данная власть показывает, что она нелегитимна, что она даже покушается на самое святое, на основной закон страны. Что им плевать, что можно там клоунаду свою устраивать так, как они хотят. Значит, этой власти нет никакой пощады. И те, кто содействовал, вот всех членов избирательной комиссии в будущем, в грядущей, в обновленной стране, после того, как эта власть будет сметена, все должны, вплоть до самого уменьшающего члена комиссии, который будет присутствовать, нам тут пропихнули, исказили наш основной закон. Вот они за это должны прям понести самое жесткое наказание. Не в рамках действующего уголовного кодекса, за который там 5 лет максимум может светить, за вот эти искажения. А вплоть до высшей меры наказания, то есть по законам революционного времени. Они должны ответить с полной конфискацией имущества. По конституции высшей формой власти народа, а именно народ является властью, не Путин, не Дзул Путин, никто. Именно народ является властью. Так вот, высшей формой власти народа является референдум. Путин, вот в этот раз наглым образом, эту высшую форму власти вашу, дорогие граждане, он ее попрал полностью. То есть он показывает, что он ни во что вас не ставит, что он плюет на эту конституцию. Поэтому не надо там строить какие-то иллюзии насчет того, что какая-то демократическая смена может произойти и так далее. Или ждать, когда там помрет. Он не помрет по одной простой причине. Потому что тот Путин, который действительно нам демонстрировали в 99-2000-х годах, он уже давно-давно помер, скончался. Его не смогли кремлевские врачи откачать. И то, что у нас сейчас демонстрируется, это есть клоунат от двойников. А двойников можно бесконечно менять. То есть Путин этот виртуальный может и 100 лет прожить, и 120, и 150 лет прожить. Вы понимаете? Поэтому надеяться ждать, пока он сам помрет. Но это было бы наивно. То есть вы быстрее помрете просто-напросто. И таких темп. Поэтому не надо строить никаких иллюзий. Надо эту власть как можно быстрее загнать в то место, где на заслуживании находиться. Вот так. На этом я прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин